С помощью супер-маховиков экономят энергию на электротранспорте и в метро, заряжают электроавтомобили, используют их в качестве полей хранения в умных сетях. Супер-маховик стал сердцем виртуальных электростанций, накапливая и отдавая в нужный момент большие объёмы энергии. Знаете ли вы, что за этот прибор перед вами? Вот тренога, на треноге висит цилиндр какой-то полупрозрачный. К цилиндру подвешен маховик тяжёлый. Маховик вращается. Вращается не быстро, не медленно, но самое главное, что он не останавливается. Столько вращаться и не останавливаться, обычно маховик не может. Что же это такое? Значит, так маховик может вращаться вроде бы вечно, значит, это вечный двигатель. Фу, привет! Вы на канале Андрея Тиртхи. Нурби Гулия, профессор кафедры. Также является автором и изобретателем. Он написал более 700 научных статей и работ. Также на его счету около 400 изобретений. Вот уже более 50 лет бьётся над тем, чтобы помочь людям отказаться от бензина, нефти и всего остального, что выбрасывает в атмосферу углекислый газ. Профессор Нурби Владимирович Гулия, автор более 700 научных трудов и 400 изобретений, всю свою жизнь занимается проблемой накопления энергии. Рассказывает про маховичный двигатель, который он изобрёл ещё в 70-х годах. Ещё в 70-х годах он установил своё изобретение на автобус. Например, ещё в 70-х годах прошлого века по улицам Курска ездил автобус с маховичным рекуператором. Устройство накапливало энергию, которая до этого впустую сгорала при торможении. И до сегодняшнего дня ни в Украине, ни в России никто не хочет пользоваться его изобретением. И естественно, что его изобретением заинтересовались на Западе и уже внедрили в некоторых отраслях. Идеи Нурби Гулия нашли широкое применение в энергетике за рубежом. С помощью супермаховиков экономят энергию, ведь они позволяют накапливать и отдавать в нужный момент большие объёмы энергии. Как промышленных, так и на электромобилях. Я об этом уже снимал видеоролик. Можете перейти по ссылочке и посмотреть. Многие там одобрили его, поставили лайки, написали молодец. Некоторые говорят, что это всё фейк. Это якобы неправда. Но давайте обратимся к фактам. Вот давайте посмотрим на последнюю его разработку, которую мы видим. Она расположена на треноге. И так как между магнитами есть промежуток, то энергия на вращение практически не затрачивается. То есть фактически его изобретения находятся на магнитной подушке. Когда два магнита на отталкивании, возникает магнитная подушка. И когда эти магниты крутятся, они не создают трения. Этот маховик может вращаться очень и очень долго. Для чего же это нужно всё? Маховичный накопитель, как накопитель энергии, это самый энергоёмкий и самый мощный накопитель из всех известных. И теперь давайте важный момент. Сосредоточимся. Тренога. Смотрите, на треноге вот висит сам маховик. Вот таких вон размеров небольших. Я показываю мышкой. Видите, здесь раз, два, три, четыре, пять, около шести магнитов, развернутые друг напротив друга. То есть на отталкивание. Вот этот вот сам его маховичный. Вот этот вот сам маховик, который висит под весе на треноге и непрерывно крутится. Самое главное, что он не останавливается. Столько вращаться и не останавливаться, обычно маховить не может. Что же это такое? То есть, что это такое? Фактически он сделал таким образом вечный двигатель, БТГ. Для того, чтобы его крутить постоянно, ещё раз вернёмся. Ему достаточно, допустим, он сам утверждает в этом видео, что от батарейки там полтора или один вольт. И этот маховик может крутиться, допустим, годами. От маленького аккумулятора, который будет просто подталкивать в нужный момент этот маховик. И он может крутиться бесконечно долго. То есть, для того, чтобы мы поняли, как это устройство работает, мы должны посмотреть то видео. Ещё раз говорю, перейдите по ссылке. Она будет в описании под этим видео. Посмотрите моё предыдущее видео. Я уже делал, я его перезалил по той простой... Говорят, что вот, ты это видео уже показывал. Поскольку YouTube удалил это видео, я вынуждён был кое-что там вырезать для того, чтобы перезалить. Это видео не было на YouTube. Потому я его перезалил второй раз, чтобы вы понимали. Вот этот сейчас Гулия ещё... То есть, он не просто как бы изобретатель, как мы привыкли считать Кулибин. Но он также является научным сотрудником. Я только что сказал, он профессор. Также ещё в 70-е годы он себя восстановил после инсульта. То есть, у него был инсульт в раннем, так сказать, возрасте. Это дедушка, которому уже 80 лет. ...постоянных участников программы профессором Нурбеем Владимировичем Гулия. Ставшее крылатым выражение «это вы можете» непосредственно относится к самому Нурбею Владимировичу. Он смог, например, полностью восстановить своё здоровье после инсульта, занявшись тяжёлой атлетикой. Кто бы мог подумать сейчас, что в результате болезни правая рука его висела как плеть. Вот уже много лет, практически всю свою жизнь, он занимается маховиками. Неизвестны они в технике давно. Используются в двигателях-насосах. Маховик — это инерционный аккумулятор механической энергии. Вопрос в том, как выгоднее её использовать. Скажем, сделать бритму с маховичным двигателем. Она же может превратиться в фонарик и даже дрель. Но главная работа профессора Гулия — создание принципиально нового, экологически чистого двигателя, в том числе и для автомобиля. Этот двигатель, представляющий собой супер-маховик, способный запасать огромное количество энергии. Достаточно раскрутить его до заданной скорости, и автомобиль сможет проехать несколько сот километров, не сжигая топлива, не оставляя выхлопных газов. Такой двигатель уже существует. Он занимался также здоровьем. Ну, так как и я занимаюсь катушками Мишина, кабину Райха сделал. Я об этом уже говорил. Про кабину Райха можете посмотреть. Я сделал несколько видео. Вот я поставлю кусочек, чтобы вы посмотрели, кто такой сам профессор Гулия. Раздел в большой российской энциклопедии, написанный под редакцией профессора, называет накопителем энергии устройство, воспринимающее, сохраняющее и выделяющее энергию для использования без преобразования ее вида. Накопитель энергии на базе маховика прост, как и все гениальное. Но, как многое, кажущееся на первый взгляд простым, при реализации оказывается очень сложным. Накопители энергии очень похожи по своей функции на банки. Банки собирают деньги, накапливают, потом выдают, когда надо. А накопители – энергию. Роль накопителя энергии должна возрасти во много-много раз, чтобы энергетика была совершенно новой. Родился 6 октября 1939 года в Тбилиси. Доктор технических наук. Научный руководитель компании КЕСТ. Во всем мире вряд ли найдется человек, который посвятил себя разработке маховичных накопителей энергии, в большей мере, чем Нурбей Гулия. Делом своей жизни изобретатель начал заниматься в 15 лет. Тогда еще советский школьник Нурбей решил изобрести энергетическую капсулу. Так он назвал накопитель энергии, который должен был стать столь же энергоемким, как и бак с бензином, но при этом копить в себе абсолютно безвредную для человека энергию. Первым делом любознательный школьник опробовал аккумуляторы различных типов. Будущий профессор Нурбей Гулия особенно тщательно отнесся к проработке варианта электрической капсулы. Как опытный образец был даже построен электромобиль. В качестве аккумулятора для него конструктор использовал батарею МАЗа. Однако возможности тогдашних электрохимических аккумуляторов Гулия не впечатлили. Из всех накопителей энергии уже на тот момент наиболее перспективными Нурбею Владимировичу показались механические аккумуляторы в виде маховиков. Несмотря на то, что в то время они по всем параметрам проигрывали электрохимическим накопителем. Маховики появились очень давно, но совершенствовались тысячелетия. И все совершенствование в основном сводилось после того, как их решили изготовлять из самого прочного, из имеющихся материалов, стали. Аналитическим путем было показано, что эта форма очень мало меняет энергоемкость маховику. Оно создает большие трудности. И оказалось, что нужно делать маховики не коваными или литыми, а изготовлять из сверхпрочных стальных проволок и лент. Они действительно до четырех раз прочнее кованой стали. И главное, что они могут обеспечить безопасность разрыва. Первые испытания ленточных супермаховиков, которые я изготовил в домашних условиях, были проведены в 1966 году на разрывных стендах Института Ценитмаш. И показали очень хороший результат, потому что и энергоемкость была высокая, выше стальных кованых маховиков, и разрыв безопасный. Что, вообще говоря, для маховиков является совершенно новым. Потому что маховики разрывались обычно страшно опасно, как разрыв бомбы. Когда ученому удалось испытать этот маховик на специальном разгонном стенде, выяснилось, что разрыв наступал только при скорости обода почти 500 метров в секунду. Или плотности энергии около 100 килоджоулей на килограмм. Изобретение гулия в несколько раз превышало по плотности энергии самые передовые на то время маховики и оставило позади свинцово-кислотные аккумуляторы. Устройство накапливало энергию. Ну вот такое вот видео на сегодня. Так что всем всего хорошего. Подписываемся на канал. Обязательно посмотрите эти видео. Ссылки будут в описании. Так что всем всего хорошего. Напишите все, что вы по этому поводу думаете. Всем счастья, удачи и процветания. До свидания всем.